В истории довольно часто происходит так – был народ и пропал. Нет о нем ни слуху, ни духу. Исчез народ якобы без следа для потомков. Так же, как совсем недавно был советский народ, а потом пропал, но вместо него-то появился добрый десяток других разных народов. Вот и здесь рассказано, что общность народов – готы, которые якобы неизвестно куда делись с мировой арены, стали называться итальянцами, испанцами, французами, бургундцами и так далее. Вот и выходит, что итальянцы, всегда называвшие готов и другие славянские народы варварами, сами являются ничем иным, как остатками варваров, то есть готов, вандалов, верлов и других славян. До сих пор мы говорили о том, как стали называться и кем стали остроготы. Посмотрим теперь, что же стало с визиготами, второй частью готов. Они отправились в Испанию и стали называться испанцами, как пишет Иренибус. Изгнав из упомянутой державы вандалов, они владели ею на протяжении многих лет, как пишет Микеле Рича. Короли, потомки их крови, с отвагой и доблестью правили Испанией вплоть до времени наших дедов, оставив Галлию франком. Несколько раз они овладевали Испанией, три или четыре раза захватывали Галлию, два раза Панонию, три Мезию, семь раз Фракию и, наконец, завладели всем Востоком. Судист сам, благоразумный читатель, удавалось ли это когда-либо Александру Великому, Киру или же Ганнибалу? О том, каким образом готы добились стольких успехов, очень хорошо написано у поэта Клавдиана. Несмотря на свое крайне враждебное отношение к готам, он все же оставил немало свидетельств их воинской доблести и особенно вандалов, которые, как мы показали выше, также были славянами. Вандалы, выйдя из Скандинавии, находились в пути в течение целого года, пока не достигли реки Вислы, как пишет Иордан Алан, ссылаясь на Дексиппа грека. Позднее эта река получила имя Вандал в честь их королевы-вандалы, добровольно утопившейся в ней, в жертву богам, за одержанную над врагами победу, как пишет Миховский. От этой реки и получили свое имя вандалы. Иоганн Авентин считает, однако, что вандалы стали так называться по имени их короля-вандала, жившего во времена патриарха Иосифа и правившего в течение сорока лет. И именно в то время возникло это имя вандалов или венедов. Они всегда славили своей воинской доблестью, имя их было известно и во времена Александра Великого, во всех походах которого они принимали участие. Об этом пишет Суфрид Петри. По его словам, вандалы воевали под началом Александра Великого, а после его смерти вернулись в свою страну, которая позднее была занята саксами. В 415 году вандалы, предводимые кросскам, вторглись во Франквию и предали всю страну огню и мечу. Изгнанные оттуда более могущественным племенем визиготов, они спустились перед ней в Испанию и, овладев ею, по имени своего племени назвали ее Вандалузией. Или без первой буквы – Андалузией. Затем, приглашенные в Африку за огромное вознаграждение, они пересекли Гибралтарский пролив и, нарушив обещание, данное Комиту Бонифацию, который их и пригласил, захватили такие важные города, как Бон, Сале, Таманна-Сиду, Бонасу и Тингис. Императору Валентиниану, в конце концов, удалось на определенных условиях заключить с ними мир, однако после его кончины они вновь восстали и при короле Гейзерихе взяли приступом Карфаген. Знаменитый город, уступавший некогда одному только Риму. До той поры, в течение 535 лет, Карфаген был под властью римлян, а теперь перешел под власть славян. После этого Гейзерих, снарядив флот, атаковал и захватил острова Сардиния, Сицилия, Корсика и Ибица. Гейзерих же отправился в Шотландию и Британию и владел ими до тех пор, пока не пришел конец могуществу свирепого Аттилы. Последним вандальским королем был Гелемир. Будучи застегнут врасплох Велизарием в Африке, он так рьяно бросился в атаку на неприятеля, что если бы развил свой успех, мог бы без сомнения совершенно изгнать Береков из Африки. Однако Гелемир упустил случай и дал время Велизарию усилиться. В последовавших за этим двух сражениях с Велизарием он проявил себя умелым и доблестным полководцем, но удача, которая, как водится, неожиданно покидает того, кто прежде был ею обласком, в этот раз столь резко изменила вандалам, что грекам удалось уничтожить Сазона, брата Гелемира. С большей частью многочисленного вандальского войска, а самого Гелемира взять в плен. Представ перед императором Юстинианом, Гелемир, видя, в каком рабском и бедственном положении он оказался после стольких лет власти и счастья, с улыбкой произнес «Суета-сует и все суета» из речения царя Соломона и добавил, так как был образован и изучил все книги по философии и словесности. «Я не удивляюсь, о лучший из императоров, своему стремительному падению с высот счастья в пучину бед, потому что знаю, как непостоянна судьба, знаю, как, шутя, она в мгновение ока возносит и низвергает смертных. «Я удивляюсь лишь, как могло случиться, что, вопреки ей, я до сих пор не пал духом. Ты победил одного из королей. Это обычное дело. Так делают и другие. Я же победил судьбу, которую еще никому и никогда не удавалось победить. Ты прославишься тем, что покорил вандальское королевство. Я тем, что покорил судьбу, с которой в будущем буду биться еще отважнее, поскольку ей нечего отнять у меня, кроме самой жизни. Я знаю, о император, тебе не нужна моя жизнь, поскольку милосердие у столь великого государя не должно уступать его силе и доблести. Но даже если ты захочешь отнять ее у меня, и тогда судьба не станет, не сможет сказать, что победила меня, потому что, убив мое тело, она не сможет убить мою душу, которая сама по себе бессмертна и заключает в себе всю человеческую сущность и достоинство. Видимая же наша внешность – это скорее тень, чем наш истинный образ». Речь Гелемира приведена не полностью. Примечание – веб-рассказ. Эта вдохновенная речь Гелемира так тронула императора, что он, помня о непостоянстве судьбы, ответил ему совсем состраданием, чтобы тот не огорчался, что он всегда ценил величие души выше всяких королевств и империй. Что же касается лично Гелемира, то он сочувствует его несчастьям, однако не с ним воевали римляне, а со всем вандальским народом. Юстиниан даровал Гелемиру некоторое владение во Франке, куда тот и отправился, проведя там остаток своей жизни. И о вандалах не осталось иной памяти, кроме как в королевстве Испании, где они жили. Область, которой они владели, была названа, как мы сказали выше, вандал-узией или андалузией. Вандалы господствовали в Африке в течение двухсот лет, но в конце концов угасли упомянутым выше образом. Нет в этой жизни такой власти или империи, которая не была бы подвержена тысяче случайностей. Кир, который некогда властвовал над персами, медийцами и халдеями, опустошил большую часть Азии и взял Вавилон, украшение Азии. В конце концов, вступив в битву с массагеткой, а следовательно славянкой Тамирой, с великим позором лишился удачи. Карфагенянин Ганнибал, покоривший всю Африку после стольких побед над Иберами и Кельтами, труднейшего перехода через Апенины и удивительных побед над римлянами, не смог одолеть всего одного римского начальника, да еще и у себя на родине. Потеряв все, он сменил одно изгнание на другое и, скажем, был жестоко наказан судьбой. Помпей Великий, римский консул и военачальник, в скобках император, пройдя некогда победным шагом по всей Азии вплоть до твердыни Кавказа и Каспийского моря, покорив многие народы и премного обогатив город Рим, в конце концов был разбит небольшим войском своих же соотечественников и потерял всю свою славу. Так и Гелемир, о котором мы ведем речь незадолго до этого, прославив свое имя многими, если не сказать бесчисленными свершениями, лишился своей славы под ударами судьбы. Вот воистину редкий и поучительный пример того, что человек не должен полагаться на милость судьбы. Величайшие империи рушатся и исчезают, когда судьба в один день, час или мгновение отворачивается от смертных. От вандалов произошли также бургунды, как единодушно считают все писатели, и среди них Меховский, который в 12 главе первой книги пишет, славяне, которые пошли на север, так сильно размножились, что наполнили Великую Польшу, Селегию и Вандалию, то есть Польшу у реки Вандал, которая ныне называется Вислой. Наполнили они также Померанию, Кашубию и ту часть побережья Германского моря, где теперь находятся Марка, Любик и Росток, вплоть до Вестфалии, и стали называться по-разному, в зависимости от места жительства. Бургунды, вновь выйдя с севера на землю Венделиков, подошли к реке Рона и, найдя эту местность спокойной, в ней осели, назвав ее по своему имени Бургундией. Славяне-верлы вышли из Скандинавии и, достигнув Забакского болота, завладели всеми судами, которые они нашли на его берегах. Составив из них большую флотилию, они пересекли Большое море и взяли город Византий, который позднее был назван Константинополем. Выйдя из Скандинавии, общей родины славян, общей родины всех славян, Аланы разделились на две части. Одни отправились в Азию, и Птоломей помещает их у Гиперборейских гор, и, как пишет Эниасильвиа, ныне их называют татарами. Вторая часть в союзе с вандалами и бургундами изгнали франков. Птоломей в третьей книге называет их скифами, далее за ними вглубь страны живут Амаксобы и скифы Аланы. Юлий Капитолин в жизнеописании Антониопия причисляет Аланов к Дакам, однако, согласно Иордану и Прокопию, их следует называть скорее готами, поскольку у них с готами был один и тот же язык. Аммиан Марцелин пишет об Аланах и месте их жительства следующее. С другой стороны, близ страны Амазона живут Аланы, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное море. Таким образом, живущие в обеих частях света Аланы, перечислять различные племена, которых я нахожу излишним, будучи кочевниками, занимают огромное пространство, но все они называются Аланами и едины в обычаях и образе жизни. У них нет ни хижин, ни домов, они не обрабатывают землю и питаются мясом и обильным количеством молока, проводя всю жизнь в кибитках. Кибитки эти они кроют гнутой древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом и едят в этих кибитках подобно зверям. Когда пастбище выедено, они снимаются, как бы увозя из этих, на этих кибитках свои города. Там сходятся мужчины и женщины, там же рожают и кормят детей. Почти все они крупного телосложения, имеют красивые черты лица, русые волосы и очень быстрый и слегка пугающий взгляд. Во всем они схожи с гуннами, но более культурны, чем те в части пищи и одежды. Нет у Аланов ни церквей, ни храмов, ни хижин, ни шалашей, но, обнажив мечи и воткнув их в землю, они поклоняются им, как Богу Марсу, которого считают пастырем тех земель, в которых они кочуют. Они удивительным образом узнают о грядущих событиях, собрав в пучок некие прямые прутья, они, произнося заклинания, отпускают их в определенный момент и так узнают о том, что должно свершиться. Принадлежа по рождению к славному роду, они не знают, что такое рабство и до сих пор выбирают себе правителей или судей из числа самых опытных и закаленных воинов. Так рассказывает об аланах Аммиан. Аланы, соединившись с другими славянами, а именно вандалами, бургундами и свевами, под предводительством полководца Сан-Гибана захватили Галию, а оттуда направились в Испанию, где овладели одной из частей этого королевства, названной впоследствии Готи Алания, или, как ее искаженно, согласно Иреникусу, называют сегодня Каталония или Каталонь. Та часть аланов, которая осталась на своей родине, в Сармате, была истреблена соседними племенами. И теперь в их стране никто не живет, разве что, как пишет Миховский, время от времени проходят казаки, ища, по их обычаю, кого пожрать. Славяне Укры, или, как их называет Регина, Украны, и Меланхлены или Эминхлены, как пишет Карл Вагрийский, неоднократно переправлялись через Истер и нападали на охранявших его берега римских солдат. Мне не удалось найти упоминаний об исконных землях Укранов ни у одного из авторов. Славяне-финны, или фены, были самым северным народом, занявшим для жительства едва пригодную для жизни часть света. Даки, которые по своему происхождению были настоящими славянами, также вышли из Кандинавии. Отделившись от остальных, они изгнали верлов, живших на берегах Дуная, и осели там навсегда. Немецкий язык был впервые введен в Дакии при Карле Великом, который, по свидетельству Иогана Авбануса, направил в те края немецких переселенцев, которые живут в семи крепостях и называют себя зибенбуржцами. Тем не менее, в языке, на котором говорят ныне в Дакии, имеется много славянских слов. Известность и славе славян во многом способствовали и норманы, которые, как мы показали, были славянами. Из Скандинавии вышли отряды корсаров, которых франки называли норманами, то есть людьми с севера. Маркоманы были вандалами или славянами. И Ремей Русский пишет, что между маркоманскими буквами и славянскими не было большого отличия. За одними лишь славянами и осталась победа. Готы, вандалы, маркоманы и другие перечисленные нами народы, говорившие со славянами на одном языке, опрокинув и покорив империи и королевства почти всего света, начав ссориться со славянами, потерпели от них поражение и вместе с собственным именем утратили все завоеванные земли, как было подробно рассказано выше. Одни лишь славяне сумели удержать и до сих пор удерживают в своей власти те страны и королевства, которые однажды захватили или отняли как у перечисленных, так и у других народов, сохраняя в них свое предание, имя и язык. 1601 год. Мавро Арбини. Это отрывки из книги «Славянское царство. Историография». Автор Мавро Арбини. И ссылка на источник. Из этой же книги указатель авторов, цитируемых в этом труде. Обращаю внимание читателя на то, пишет Мавро Арбини, что некоторые из перечисленных авторов запрещены Святой Матерью Римской Церкви, на что рядом с их именем имеется указание. Упомянутые авторы цитируются нами исключительно в связи с историческими обстоятельствами, о которых сообщают другие. И здесь огромный список авторов, труды которых Мавро Арбини изучил. И на основании этих авторов, которые наверняка исчезли для нынешнего поколения, может быть, и где-то труды и сохранились, но мы о них практически ничего не знаем, Мавро Арбини написал на основании трудов этих авторов свою книгу «Славянское царство». А нам говорят, что никаких трудов, никаких летописей о славянах и в помине нет. А вот этот список что говорит? 1601 год. Мавро Арбини. На этом все. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok